Ну вот такая она голливудская реальность. Редкий случай, когда память об этом событии, она жива до сих пор. Вот он наш герой сегодняшнего повествования. Так, сейчас я проверю окончательно. Все тут идет, да? Великий князь Алексей Александрович. Я читал на прошлой неделе лекцию в Петербурге, и мне в конце задали вопрос, сделали ли он что-нибудь хорошее в своей жизни. Я начну все-таки, наверное, с того, что он что-то хорошее сделал. Это яркий пример человека, который на самом деле, вот у него в жизни, в его судьбе был такой момент, который был, ну, ключевым. И черт его знает, если бы там все получилось, может, и все и по-другому было бы. Я уже не раз говорил, что Романовы, какими бы они ни были, которые, они в массе своей никогда не были трусами. И в минуту опасности они проявляли себя очень достойным. Мало того, что все Романовы должны были быть, конечно же, военными, начиная вот с Константина Николаевича, которому я посвятил отдельную лекцию, там была такая тенденция кого-то из детей отдавать по морскому ведомству. Вот эта участь была уготована, ну, не такая уж несчастная участь, Великому князю Алексею Александровичу. Это один из сыновей Александра II, соответственно, младший брат будущего императора Александра III. Он родился в 1850 году, и в 7 лет у нас люди идут в школу. А он в 7 лет стал мичманом. Это как бы хорошее начало карьеры. В 16 он был уже лейтенантом флота. Талантливый. Он очень проявил себя. Вот ты не проявил себя, и поэтому ты не мичман, понимаешь? А он мичман. Учись. Это как Алина Кабаева будет сжигать огонь на Олимпиаде. А что ты сделал для своей девушки? Ходила такая шутка перед Олимпиадой, соответственно. Но он уже в 12 лет попал в свой первый шторм и проявил себя весьма и весьма достойно. А затем я вам хочу показать корабль. Так, ну вот это Пассет. Пассет я о нем буду рассказывать еще более подробно. Я сделаю в следующем году обязательную экскурсию по трем вокзалам. Он был министром путей сообщения довольно долгое время. И это опять-таки очень показательно с точки зрения кадровой политики царского правительства. Он стал министром путей сообщения, а до этого он был моряк. Это же логично моряку стать как бы железнодорожником. То есть в этом нет ничего абсолютно странного. Пассет был фактически его наставником. Особенно как раз в этом самом морском деле. И вот эта картинка, она уже была у меня в одном из ранних выпусков РЧВ, где я рассказывал про визит наших двух эскадр, особенно одной эскадры в город Нью-Йорк. Я вкратце буквально напомню событие. Когда началась Крымская война, у нас с североамериканскими Соединенными Штатами были довольно неплохие отношения. И... Чуть не сказал Клинтон. Писал о том, что меня поражает этот цинизм относительно негров в Америке. Вот в России никак... Все говорят открытым текстом. Рабов называют рабами. Сервс. Поэтому, когда мне все достанет, я поеду в Россию. Писал он в письме одному из своих, соответственно, респондентов. И... Стала проблема, куда девать флотилии, потому что, ну... Как-то было... Можете приходить, он вперед, на самом деле. Было понятно, что мы, скорее всего, проиграем. И вот тут двух зайцев убили. С одной стороны спасли и флотилии, а с другой стороны сделали жест такой доброй воли, да, дружеский жест, и вот они отправились туда. И вот этот корабль, вот этот вот, этот корабль называется Александр Невский. Вот это приходит на борт этого Александра Невского делегации американцев. Вот это он уже в доке в городе Тулон во Франции. Так вот на этом корабле Александр Невский, с ним связано несколько событий, в том числе и в жизни Алексея Александровича. Но сначала я вам буквально пару стров зачитаю. Это Вяземский, приятель Пушкина, написал следующее стихотворение. Плывет он, молодой царевич, объятый непробудным сном, и этот месяц эти звезды горят над царским кораблем. Но он не видит их сияния, он не любуется на них. В тени и в тишине молчания прилег царевич и притих. И месяц равнодушный горю корабль сиянием обдает, и не сдается синюю морю, какую скорбь оно несет. Вот, речь идет вот про этот корабль, а везет вот он, что это за царевич такой? Это царевич Николай Александрович, который по идее был будущим царем. Сын Александра Второго, который умер в Ницце. Собственно, и тогда вдруг бинго, Александр Третий вдруг становится наследником, хотя его к этому никто не готовил. Вот на этом, собственно, корабле это тело этого несчастного царевича, и отправили обратно в Россию. И на этом же корабле, если не ошибаюсь, по-моему, в 68-м году, великий князь Алексей Александрович попал в кораблекрушение. Они шли с юга, по-моему, из Поти, огибая Европу, и в районе Дании, в Ютланском проливе, они наскочили на мель. Капитана корабля звали, и в этих фамилиях, уж вы меня простите, Оскар фон Кремер. Ну, наш славянский парень, как обычно. Это было нормально, на самом деле, до третьей людей было немецкого происхождения у нас и в армии, и во флоте. Посет, знаете, тоже, как бы, отнюдь не из Вологодской области, как вы понимаете, да? Так вот, этот самый посет, он решил идти не на угле, да, а под парусами. И они наскочили на отмель, и вот фон Кремер пишет. Попытка спустить шлюпку и завести трос на берег закончилась трагедией. Погибли два офицера, квартирмейстер и два матроса. Наконец, трос удалось завести. Виновником нелепой гибели фрегата император по семейному великодушию освободил от всякой ответственности. Это Пассета. Значит, что там произошло? Он действительно наскочил на мель. Корабль был, на самом деле, здоровенный. И сразу же стали рубить мачты. Это просто я говорю, потому что вот эта картина, ну, на самом деле, сначала надо вот эту картину. Это художник Боголюбов. Видите, какой он здоровый, уже без мачт срубленных. Сидит на миле, ветер дует. Когда, соответственно, они кинулись сколачивать плоты. Вот сейчас это странно, но на самом деле в ту пору на кораблях не существовало достаточное количество шлюпок для всех. Поэтому, когда встал вопрос, кого первым спасать, естественно, сказали великого князя Алексея Александровича. Но он сказал, что я не поеду первую. Я останусь здесь, как бы давайте сначала вот других отправим. И это, ну, согласитесь, очень такая достойная характеристика великого князя. Вот как раз это изображается его приплыв, приход, да, прибытие. Вот он вот здесь вот стоит, его встречают. А предыдущая картина, он сразу же приказал отслужить молебен за покой вот как раз вот этих вот погибших. То есть, вот это была такая катастрофа, которую он выдержал с честью. И о которой потом еще идет речь в воспоминаниях великого князя Сергея Михайловича. Ну, а потом случилось, в общем-то, то, что и всегда случалось. Здесь во Фрейлинах было две прекрасных девушки. Одна Мещерская, вторая Жуковская. Жуковская – это дочь непосредственно того самого Жуковского, воспитателя Александра Второго, поэта и так далее. У него самого судьба очень такая трагичная. Он там не смог жениться на той, какой хотел. В итоге в 58 лет женился на барышне 20-летней. У него родилось двое детей, мальчик и девочка. Вот эта вот девочка стала Фрейлиной, соответственно, супруги Александра Второго. И, значит, в Мещерскую влюбился будущий Александр Третий, а в нее влюбился Алексей Александрович, который был младше ее на 8 лет. И здесь мы сталкиваемся вот с той самой идиотской проблемой тех королевских домов, что жениться по любви не может и один король. У них настолько все заигралось, что они тайно выехали из России, обвенчались в Европе. И когда они вернулись, выяснилось, что госпожа Жуковская находится в интересном положении. Что делать? Значит, его сначала отсылают внутрь страны попутешествовать. И он пишет ей вообще совершенно страстные письма. «После обеда, учебного батальона и маневров я возвратился в Царское село. Перовский мне передал твое чудное письмо, где ты выразила желание, чтобы я писал мой журнал». И он начал писать журнал, который он ей потом подарил. И дальше он пишет. «Мне приятно знать, что я каждый день могу делать что-нибудь приятное для моей «Dear little wife», для моей маленькой жены». То есть он ее уже так само официально называет. Тогда уже начиналась мода на все английское входить. Она окончательно во времена Александра Третьего начнется. И вот некоторые отрывки из его писем. «Я скучный и печальный пошел спать, но долго не мог заснуть. И хотел я тебя видеть, с тобой забыть весь мир. Тебя одну хочу я, и отняли тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех-всех на свете». Ну, в принципе, если это зарифмовать, то вполне себе песня для Димы Билана выйдет. Выйдет в такая достаточно проникновенная. И в этой переписке есть очень масса интересных моментов. «Я рассердил мини тем». Мини – это жена принцессы Дагмар, жена Александра Третьего. Она, потому что, в отличие от всех предыдущих принцесс, она была невыдающейся ростом, поэтому ее, как машину мини, прозвали мини. «Я рассердил мини тем, что бросил бьюти в воду». Я не знаю, кто такая бьюти, я надеюсь, что это собачка. «За что она кинула мою фуражку? Ну, скоро мы помирились, и по возвращении на пароход мы долго с ней разговаривали в доме в каюте». Или вот. «21 июля. Весь день были на пароходе. После обеда мы поехали на берег. Я отправился с ружьем и убил двух чаек». Ну, это уже прям Чехов, в чистом виде, да? Да, только там у него одна, а тут у него две чайки. По чайкам, по воронам. Нет, там он потом еще по бизонам будет, я расскажу. 23 июля, да, индейцы, вот, инжин. «Утром пришли в город Хвалынск. После завтрака отправились на пароходе дальше. Мини играл на фортепиано, а я пел. Но была такая масса мук, что мы решили их побить. Мини, Саша, я и Козлов. Саша – это Александр Третьев будущий. Мы, вооружившись салфетками, произвели страшное побоище». Вот, как бы, понимаете, все мы люди, все мы человеки. Для нас цари – это что-то такое. На самом деле, вот, точно так же, как мы на даче этими мухобойками, да, им было в кайф за этими мухами погоняться, их, соответственно, поспились. Ничего не помогает. Что делать? И тогда, соответственно, его отправляют в североамериканские Соединенные Штаты. Дело в том, что тогда Уиллис Грант прислал официальное приглашение. Как раз Александру Второму. И оно было очень кстати. Александр Второй сам не поплыл, а он отправил своего младшего сына. Вот, прям, опять-таки, все сошлось. И его, как бы, сбагрить, да, и, как бы, сделать жест, значит, нашим прекрасным, тогда еще добрым друзьям в североамериканских Соединенных Штатах. И он туда поплыл. И буквально вот на этом фрегате Светлана, это уже Бегров, художник, писал не только, на самом деле, корабли и море. Очень много видов Петербурга. Есть его знаменитая картина, это мы забегаем вперед. Сейчас я хочу просто вам показать, у меня просто это все в отдельной папочке сгружено. Вот это я уже вам, то, что я вам сейчас покажу, это такая, ну, малоизученная страница. Прибытие его в город Нью-Йорк, это уже американская пресса. Дело в том, что для американцев действительно великий князь, это была такая, как он потом писал, что на меня тут, ну, ему сразу, во-первых, пошла вот эта молва, что он там по несчастной любви, то есть она осталась, и она действительно была любовь и действительно несчастной, я об этом скажу пару слов. Это создало ему такой ореол романтичности. Во-вторых, американские дамы, они не каждый день наблюдают великого князя, да, принца, как они говорят у себя на своем English American. И его шаг, все его шаги отслеживались, тем более он был такой парень щедрый, он там, не знаю, там, в Чикаго, когда прибыл, перед ним как раз этот город погорел, он сразу 5 тысяч долларов на восстановление этим, он еще больше завоевал популярность. Вот смотрите, какие толпы его встречают. Это обложка журнала «Frank Lesley Illustrated». Сейчас это, естественно, отсутствует. Вот это, я забегая вперед, могу сказать, ему там устроили развлекуху, такой Диснейленд местный, охоту на бизонов. Значит, устроил это, значит, несколько человек. Вот это Шеримон, известный генерал времен гражданской войны в США, именно ему принадлежит знаменитая фраза, что лучший индейец – это мертвый индейец. Да, более того, он предлагал, соответственно, там и в чем была тема. Начиналась вот эта движуха под названием Wild West, то есть они строили дорогу с восточного побережья на западное. И тем самым, соответственно, они вторгались уже окончательно бесповоротно на территорию обитания индейцев. А индейцы вот в этих средних штатах, ну, будущих средних штатах, они жили в основном за счет бизонов. Ну, как там разные народы, для которых там у нас олени, это вам все. Это и мясо, и шкура, и рога, и, в общем, все на белом свете. То же самое для них эти бизоны были. Поэтому началась кампания по отстрелу бизонов. Потому что вот как раз этот Шериман говорил, что надо вообще, в принципе, ввести медаль Конгресса США на одной стороне мертвый индейец, на другой стороне мертвый бизон. И награждать этой медалью наиболее отличившуюся в устреблении бизонов. Гринпису наш пламенный привет. Значит, это был, соответственно, первый человек. А вот это второй человек, это Баффало Билл. По кличке Баффало Билл есть прекрасный фильм, его там играл Пол Ньюман. Такой классический голливудский фильм. У нас сейчас есть, вот когда мы говорим ковбой, у нас сразу образ моментальный. Это шляпа, значит, лассо, лошадь, вот это все. На самом деле, ковбой в массе своей, они просто не такие. Это просто обыкновенные пастухи на лошадях. Они, конечно, лассо умеют и стрелять умеют, но вот этого, знаете, как клинтист вот из-под сигарки, да, из-под шляпы, это, ну, как бы 2-3 процента. Мы-то этот образ знаем по классическим голливудским фильмам и вот этим макаронным вестерам, так называемым, да, Сержу Морриконе, совершенно гениальные, на самом деле, фильмы. Я тут недавно пересмотрел. Сержа Леона, да. Морриконе — это композитор, да. Но я заговариваюсь. Для этого у меня есть вы, чтобы меня попробовать. А изначально весь этот образ вылепил вот этот человек. Он создал шоу, которое так и называлось Wild West. Он туда реально нанимал живых, хотел сказать, глав индейцев. В общем, господи, главари, как они, вожди, вожди, да. Вот, вожди не только у нас, вожди еще и там, да. Вот, вожди действительно нанимал, и они устраивали шоу. Шоу, с которым он колесил по Америке, а потом он даже гастролировал с этим шоу в Европе. И вот с него-то и началось становление вот этого вот образа. А назвали его так Баффало Билл? Потому что он отличился в свое время как раз по истреблению этих бизонов. Он там их нашпандорил там четыре с чем-то тысячи. За это его наградили. Этим прекрасным противщем. Значит, это вот еще один человек. А вот это как раз сидит великий князь Сергей Александрович. У него такой добрый уже не лица здесь, я уж не знаю. А вот собачка, видите? Они все с собачками. И вот я хочу обратить ваше внимание, в каком виде он предстал. Он предстал с баками такими нереальнейшими, но без бороды. Это важно, потому что мы потом будем смотреть, как его американская пресса изображала. А это лежит здесь Джон Кастер. Это еще один, соответственно, человек. Совершенно безжалостный истребитель индейцев. Он герой тоже гражданской войны в США. Но после он там отличился, на самом деле. Должным образом. И погиб он как раз в хватке с индейцами. Смерть его я не копал, но думаю, она была не из легких. На самом деле, ему припомнили все. Вот с этим Джоном Кастером он и охотился. То есть, я вам показывал фильм «Маверик». И вот этого великого князя Алексея Александровича. Я хочу сказать, что на самом деле не такое же большое различие. То есть, если вы посмотрите, да, вот по комплекции, по его там одежде и так далее. А вот это, это то, что называется реенекмент, реконструкция. То есть, это уже 2014, по-моему, год. Это в какой-то, соответственно, газете я выцепил. Это реконструкция его охоты. То есть, какие-то местные чуваки запарились. И вот видите, сидит наш Сергей Александрович и вот этих два бравых парня. То есть, еще немножечко живы. Ну, естественно, не в массе, да, но вот как бы просто человек приехал поохотиться на безунов. Вот видали? До сих пор вспоминаю, да. Ну и, значит, да, всевозможные иллюстрации. Тут очень интересный игрослов. Дело в том, что Russian bear and the American deers. Deer – это и дорогая, и олень. Ну, то есть, козочка, олениха, как там по-нашему. То есть, это такая игра слов, да. Ну, хочу заметить, что в данном случае, на самом деле, он тут такой вполне себе элегантный медведь. Это не этот наш, как сейчас принято говорить. Вот он едет, соответственно, уже в Чикаго. Я говорил, что он приехал в Чикаго. Посмотрите, опять-таки, какие ликующие толпы его встречают. Флаг висит. Мы потом еще встретим, да. Ну, то есть, вы можете себе сейчас представить, да, вот там наш какой-нибудь там, не знаю, брат Путина, если бы он у него был, да, приезжает в Штаты, и там все прямо, ой, флаги России. Везде развивается, и там, и так далее. Вот это он как раз на своем, видите, departure from the frigate Svetlana. То есть, он отправляется своего фрегата Svetlana на сушу. Пожалуйста, в русской православной церкви, в местной, он, соответственно, на службе, и его здесь тоже изображают. А вот это уже он с женой президента Улиса Гранта здоровается за ручку. Торжественный концерт, посмотрите, да, висят, соответственно, американские флаги еще старой формации, да, с кружком. Наш двуглавый, вот здесь вот флаги, опять-таки, Андреевские, ну, то есть, фантастика. Это его атмосферка, видите, соответственно, в каком, в каких условиях он живет, нечеловеческих тут показано. Это тоже, соответственно, он едет, по-моему, даже чуть ли не в Нью-Йорке. А это уже приемы всевозможных американских бонз. Они все были высокие, они все были высокие, Романовы, ну, известна же фраза Александра Третьего, ну, такая апокрифичная черевина ее якобы произнес. Точнее, приписал Александру Третьему, он ему сказал, что смотри, как эта датская Б мне породу испортила. Да, то есть, ну, она действительно, ну, то есть, Николай Второй был маленький уже, потому что, ну, гены. А до этого они все были, они все были высокие, здоровые. Ну, и вот, пожалуйста, видите тут, царь наш присутствует, торжественный бал в его честь. Фотография была постановочная, то есть, они пришли, конечно, да, а здесь еще, ну, фотографии еще не были на таком уровне в то время. Да, а вот это он, соответственно, наблюдает подземную добычу угля. Ну, и тут всякие карикатурки, да, уже на его охоту, видите, они тут от бизонов спасаются по деревьям, палят по ним. Вот они кого-то убили, думали, что кого-то убили, а на самом деле это уже, уже оприходованные бизоны и так далее. Вот, видать, от счастья у кого-то такая прическа. Ну, и вот прекрасно, да, прием великого, значит, князя. Вот, соответственно, он путешествует по штатам, а у самого мысли, конечно, то есть, он там не забывает там всяких девиц, он там в Новый Орлеан поехал специально за какой-то танцовщицей, и вроде как она его одарила там ночью любви, и он ее тоже там одарил там чем-то, чем-то, но душа у него болит все равно. Пишет он своей матери, а никому бы то ни было. Потому что на тот момент Жуковская уже уехала в Европу, там родила, и вот она живет там, одна бедненькая, несчастненькая, с его ребенком, сыном, а он ничего не может сделать. И он дальше пишет, любить больше всего на свете эту женщину, и знать, что она забытая, брошенная в семье, она страдает, ждет с минуты на минуту родов. А я должен, это еще до рождения, а я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем, и который поэтому должен и может быть по своему положению подлым и гадким человеком. И никто не смеет ему это сказать. И вот тут есть еще одна характерная фраза. Не жертвуй мною ради каких-нибудь предубеждений. Вот эти вот дурацкие предубеждения, да, что вот они должны все-таки жениться на представительницах владельных домов. Но, увы и ах, его брат Владимир Александрович, когда понял, что ничего не произойдет, это он написал ей письмо, чтобы она отстала от его брата, сама уехала, и она подчинилась. То есть, забегая вперед, родился сын у них, специально для него великий князь Алексей Александрович купил маленькое такое, маленькое именец в Сан-Марино. Нет, оно было до этого. Но оно давало возможность ему титул обрести. Потом уже его старший брат Александр Третьего уже наградил его титулом в России. И он, в общем-то, остался даже после революции здесь, был расстрелян большевиками. Он стал известным ученым в Тифлисе, его в 32-м году, увы и ах, расстреляли. Ну и великий князь Алексей Александрович, он, причем он же в эти штаты приплыл и собирался плыть обратно, но папа подумал, что что-то слишком коротенький визитик. Любовь еще не летучилась, говорит, плыви-ка ты дальше теперь вокруг света. И он поплыл вокруг света, заходил там в Китай, в Японию и вернулся. Вернулся сюда, и вот здесь уже началась совершенно другая история. Значит, давайте, знаете, что я начну на самом деле даже не отсюда, я начну вот отсюда. Это фотографии с одной из моих экскурсий. Дело в том, что он в конце мойки построил себе дворец по проекту архитектора Мисмахера. Мисмахера, Максимилиан Мисмахер был прекрасным вообще стилизатором того времени. Это еще не дворец, это подсобные помещения, мы бы так это сказали. Сейчас там располагается военкомат. Вот здесь, ну, вам плохо видно, это стоит группа моя, вот с этой стороны. То есть вы видите, вот этот проем, и он как бы, ну, ни о чем нам как бы не говорит. Но если мы присмотрим все-таки эти детали, видите, да, здесь раньше были ворота. Это на самом деле конюшни, это гараж фактически, да. То есть вот из этих конюшен сделан сейчас, ну, такой государственный офис, можно сказать. Вот это, вот видите, там красная как раз табличка военкоматская. Это английский проспект, там у меня военная кафедра была. А дальше тогда, кстати, дом, где жил великий князь Константин Николаевич сначала со своей балериной Кузнецовой, а потом он по наследству перешел к Нике и Малечке, когда им надо было где-то встречаться. Им сказали, а что, вот как бы намоленное место, вот и они там. Сейчас там какой-то банк располагается, абсолютно невзрачное. Помимо здания такое, желтенькое, так пройдешь и даже не подумаешь. А вот это непосредственно дворец, ну, поворотом все понятно, да. То есть, как бы, сейчас там дом музыки, вот висит, это портрет Мисс Махера, это портрет великого князя Алексея Александровича. Вот это наш прекрасный герой. Обратите внимание на интерьеры, да. Дорого-богато. Там были интерьеры в совершенно разных стилях. У него там был подвал, погреб с чуть ли не лучшей коллекцией во всей стране. Вин, коньяков, виски и так далее, тому подобное. Он был гурман. Вот это Вензельево. Это не знаю, кто такой. Значит, обратите внимание вот на эти строения, да, то есть соседство такое. Это адмиралтейские верфи современные. Поскольку Алексей Александрович был назначен главой всего, так сказать, и флота, и морского ведомства, то, соответственно, он и себе дворчик построил неподалеку от того места, где должны были строиться корабли. А почему он стал им? Потому что дело в том, что великий князь Константин Николаевич, ну, тоже такая персона противоречивая. С одной стороны, один из инициаторов отмены крепостного права, реформы как раз-таки во флоте и т.д. и т.п. Такой либеральный. С другой стороны, он там дудел луду вместе с Долгоруковой, жил вот с балериной открытой и т.д. Его Александр Третий, его племянник, ненавидел просто вот лютой ненавистью. Он готов был кого угодно поставить новое место, лишь бы вот этого дяди Костю убрать с глаз его. И он поставил своего брата Алексея Александровича. Он сказал, ну, что, плавает человек? Плавает. Он еще в 77-м же году отличился, на самом деле, во время русско-турецкой войны. Он командовал переправой и очень хорошо ее обеспечил. И получил Георгия четвертой степени и даже шашку или саблю, я не помню. То есть, на самом деле, он себя проявил. Поэтому он был назначен главой морского ведомства. Казалось бы, ура, ура. Но немножечко не так. Вот он поселился в этом прекрасном особнячке. И дальше я бы хотел вам зачитать такую достаточно долгую цитату. Но дело в том, что ее надо зачитать, потому что она принадлежит тоже великому князю Сергею Михайловичу. Его называли Сандро. Это сын великого князя Михаила Николаевича. Он писал. Князь Алексей Александрович, который пользовался репутацией самого красивого члена императорской семьи. Он действительно был такой вот, прямо эх, мужчина. Он, конечно, был склонен к полноте, вследствие того, что он жрал как кони. И образ жизни, мягко говоря, отличающийся от ЗОЖа. Но в то время, надо сказать, что вот эта полнота, она как бы не считалась, то есть Шварценеггеров не наблюдалось в обществе. Брюшко считалось абсолютно нормальным. Светский человек с головы да ног, которого баловали женщины. Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал должность не более, не менее, как адмирала Российского императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одни только упоминания о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его лице. Не интересуясь решительно ничем, чтобы не относилось к женщинам, еде или даже напиткам, он изобрел чрезвычайно удобный способ для устройства заседания адмиралтеса Совета. Значит, что он делал? Он приглашал как раз таки, ну, благо, через дорогу, да? Он, ну, адмиралтеса Совета, на самом деле, конечно, не там заседал. Он приглашал их к себе туда, устраивал обед, вливал им коньячок. И после этого каждый раз, как пишет Сандро, он начинал рассказывать одну и ту же историю, вот как раз про вот эту посадку на мель Александра Невского. Я выучил наизусть все подробности этого запутанного повествования и всегда из предосторожности отодвигался немного со стулом от стола в тот момент, когда, следуя сценарию, дядя Алексей должен был ударить кулаком по столу и воскликнуть громовой голосом. И только тогда, друзья мои, узнал этот суровый командир очертания скал Скагена. Скаген — это пролив. Его повар был настоящим артистом, генерал-адмирал ничего бы не имел против того, чтобы ограничить дебаты адмиралтеса Совета в пределах случаев с Александром Невским. Это беззаботное существование было мрачено, однако, трагедией. Несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредновами Микада. После этого великий князь подал в отставку и вскоре скончался. Это не вся цитатка. Хочу заметить, что это написал опять-таки не какой-то там красно-марксистский, большевистский и прочий там, знаете. Нет, это написал его прямой родственник. Это не все. Перед тем, как отправить флотилию нашу достопочтенную туда, Сандро встречался со своим прекрасным кузеном. И писал про это. Свидание носило скорее комический характер. Все вооруженные силы Микада на суши и на море не могли смутить оптимизма дяди Алексеева. Не кузен дядю, извините, конечно же. Его девиз был неизменен. Мне на все наплевать. Каким образом наши орлы, в кавычках, должны были поручить желтолицых обезьян, так даже все епошки, вот эти обезьяшки, вот это все было. Так и осталось для меня тайной. Покучив таким образом с этими вопросами, он заговорил о последних новостях Ривьеры. Что дал... Прошли вопрос, видел ли я Микс Икс, и что я думаю о Мисс Игрик. То есть вот это то, что занимало, соответственно, ум, сердце и все остальное великого князя Алексея Александровича. Академик, будущий академик, Крылов Алексей Николаевич, он писал тогда, он тогда был генералом для специальных поручений при министре, при морском. За 23 года его правления флотом бюджет вырос в среднем чуть ли не в 5 раз. Ну, с одной стороны, это хорошо, но... Тем не менее, все корабли, которые он строил, они не являлись, как пишет Крылов, некой флотилией. Это были какие-то разновеликие вообще посудины. Так броненосные кратера Владимира Мономаха и Дмитрия Донской были заложены одновременно однотипными. По окончании постройки оказалось, один как бы корвет, другой фрегат. Один двухвинтовой, другой навинтовой. То есть как бы в пути собачка могла подрасти. Еще большее разнообразие царило между броненосцами Александр II и Николай I. Хотя они должны были быть совершенно одинаковыми, однако вышли разными. В смысле создания флота, деятельность генерала-адмирала Алексея была характерным образцом бесплановой растраты государственных средств, подчеркивая полную непригодность самой организации и системы управления флотом морским ведомством. Вы... Я не знаю, как у вас, но вот у меня стабильно стояла вот эта книжка Новикова прибой от Сусима дома. И мне кажется, она была в половине русских, советских квартир. Хочу зачитать. Новиков прибой, он участник. Он был потом в племму. То есть он как бы знал, о чем писал. Ну, конечно, там немножко ему уже сталинскую премию дали. Да, то есть понятно, что идеологически, да, он там все правильно выверил. Но на самом деле, я думаю, особо там не скрипя сердцем это делал, что-то мне подсказывает. Вот, пишет он. Иногда посещал корабли шеф-флота, родной дяди Николая Второго, великий князь Алексей Александрович. Глядя на суда, выкрашенные к его приезду, на бравый вид моряков, он тоже был доволен. Но он не понимал, что весь организм военно-морского ведомства, охваченный гангреной, разлагается. А других высочайших особ этот великий князь отличался только тем, что был могуч ростом, вот, кстати, и тяжел весом. Во флоте его называли «семь пудов августейшего мяса», пишет Новиков Прибой. Такая вот кличка у него была во флоте. И дальше, на самом деле, уже не в Цусиме, Новиков Прибой пишет. «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев и пара миллионов Красного Креста. Причем он весьма остроумно преподнес балерине, которой была его любовницей, чудесный Красный Крест из рубинов. И она надела его в тот самый день, когда стало известно о недочете в 2 миллиона». То есть недочет 2 миллиона, 2 миллиона по нашим деньгам, я даже боюсь представить, это сколько. Но великий князь отмазался. А потом началась еще одна проверка, и выяснился недочет уже в морском ведомстве в 30 миллионов. Естественно, нашли крайних. Ну, справились тирать, сказать, что, наверное, Алексей Александрович, да и не наверное, а совершенно точно был там не единственный, да, кто руку запускал. Но проблема в масштабах. Ведь над Алексеем Александровичем был один-единственный начальник. Сначала это был его брат, Алексей, Александр Третий. А потом, когда он умер, извините, его племянник, Николай Второй. А Николай Второй ко всем своим дядьям относился с большим пиететом. И даже некоторых побаивался. Алексей Александрович, он на самом деле, он действительно был такой, ну, твитт его описывает вообще как добрейший, благороднейший, чуть ли не честнейший человек. Но не очень способный, конечно, вот к серьезным государственным делам. То есть он был такой, ну, такой компанейский, да, вот он любил выпить, у него был прекрасный стол. Мы об этом еще поговорим. То есть он, в принципе, располагал к себе. Но вот маленький нюанс. Он был главой вот этого всего, связанного с морем. Всего, понимаете? То есть на его плечах лежала обязанность модернизировать флот, строить новые корабли, заниматься новыми какими-то преобразованиями, реформами во флоте и так далее и тому подобное. А ему это все было не надо. Ему надо было желательно приезжать в Париж, куда он заезжал вот так вот, понимаете, с ноги. Он почему в Париж-то любил ездить? Особенно в эпоху Александра III, потому что Александр III, он был таким достаточно строгим человеком, особенно по части семейных отношений. А в Париже как-то подальше там, знаете, так вот. И, соответственно, он приезжал, он снимал себе, естественно, либо полностью гостиницу, либо как минимум целый этаж. Когда он приходил в ресторан, он снимал весь ресторан. Вот. И там, соответственно, на вытяжку, как солдаты, стояли, значит, все. Полиция зачастую перекрывала улицы, когда он ездил. Когда он приходил в казино, то там ставки сразу залетали моментально. И тут есть еще один момент. Дело в том, что один из, соответственно, генералов по фамилии Япончин, он вспоминает такой эпизод. Как раз, когда они были в Америке, они играли в карты. И Алексей Александрович, ну, они играли в карты на деньги. Когда настал момент расплачиваться, Алексей Александрович, указав на одну из монет, спросил, что это такое? Ему ответили, пятачок, медный пять копеек. Тогда великий князь с любопытством рассмотрел ее и сказал, в первый раз вижу. И Япончин пишет, несомненно, это была не шутка, а доказательство, как далеко его держали от жизни. То есть мы здесь приходим вот к этой вечной проблеме дома Романовых, и не только дома Романовых, вообще вот там, и Юсуповых и так далее. Они не понимали, что такое деньги. То есть вот вы, как бы, вы приходите, ну, не знаю, ну, ко мне на лекцию. Да, то есть, и, скажем, ну, если у тебя зарплата, допустим, ну, в Москве, я сейчас выяснил, в библиотеке, да, вот, минимальная зарплата 30 тысяч рублей. Представляете, вот она 30 тысяч рублей и тысячу она дает за лекцию. Это большие деньги для нее. Она это прекрасно считывает, да. А у Алексея Александровича не было такой пропорции в голове. Он не понимал, вот, для него что тысяча, что десять тысяч, что два миллиона, но чуть побольше. Ну, как бы, это не значит, что ему нужно больше напрягаться. Вот что я имею в виду. Это не значит, что ему нужно думать, где он эти деньги в дальнейшем заработает. Поэтому, и это была проблема не только Алексея Александровича. Поэтому он распоряжался морской, казной морского ведомства, в общем-то, как своей собственной. Прошла информация, что в Париже он прикрепил себя сопняк. Великий князь Константин, соответственно, Константинович, поэт Каэра, писал в своих мемуарах, что, ну, если это так, то не мудрено. И дальше, соответственно, ну, это, я постоянно прибегаю к этому источнику. Это дневник Статского района Половцова, или Половцова. Я не знаю, как правильно произносится фамилия. Я слышал и так, и сяк. И здесь я бы хотел записать, зачитать несколько отрывочков. Для начала, я сначала прочитаю один, а потом поясню. Виделся с вдовою Шостакова. Шостаков, это, соответственно, тоже один из адмиралов. Которая согласилась оставить дневник мужа во время управления морским министерством в руках правительства. Но с тем, чтобы дневник этот был положен на хранение под печатью. То есть есть некий дневник, который остался после его смерти. Вдова готова отдать, но чтобы не распространялась информация. Вошедший на этот разговор Алексей Александрович сообщает, что читает этот дневник и находит также необходимым запечатать его. По уходе Алексея Александровича его брат Владимир Александрович спрашивает, почему дневник Шостакова подлежит сокрытию. Отвечая, что в нем говорится много нелестного обо всех вообще его современниках и особенно о самом великом князе Алексея Александровича. А что же там говорится? Что же Шостаков писал так? Алексей, по-видимому, равнодушен к флоту и субим его. Ему все, трын, трава. А в одном месте он вообще откровенно писал, что он и встретил этого великого князя. Он бесит меня своей, соответственно, вот этой абсолютно безлалаберностью и полнейшим наполевательским отношением к делу. Естественно, такой дневник надо как бы убрать. А дальше уже сам Полосов продолжает. Например, рассказывает, как на одном из поднейших докладов Алексей Александрович просит государя принять на казенное содержание яхту герцога Лехтинбергского Зину. И получает отказ, несмотря на упорное домогательство. Великий князь Алексей Александрович постоянно величается там лентяем, вот воспоминания Шостакова. А Евгений Лехтинбергский с ге демарии, этот, короче, отвратительный муж. Значит, о чем идет речь? Тут надо нам немножечко отмотать пленочку назад. Дело в том, что у Николая Первого была дочь Мария Николаевна. Для нее был построен Мариинский дворец, где нынешний заседает наш парламент на Исаакиевской площади в Петербурге. Наш парламент имеют петербургский. Простите меня, господа москвичи. Она вышла замуж за герцога Лехтинбергского, а потом, когда он умер, она женилась на Строганове марганатическим браком. Это была большая трагедия, бла-бла-бла. Там долго потом гадали, какие дети от Лехтинбергского, какие от Строганова. Вот это Евгений Лехтинбергский, это второй ее сын. И он, соответственно, был женат дважды. Сначала на такой госпоже Апочининой, а потом он женился на госпоже Скобелевой, которую вообще простые люди, ну не простые, я имею в виду, а в свете, называли Зинка Скобелеву. Ее так и звали. Она была родной сестрой знаменитого Скобелева, память о котором стояла у вас тут на Тверской площади, пока его благополучно не снесли. Дело в том, что первая жена Апочинина, которую мать эта Зинаида Скобелева ненавидела, называла их опочалки, проклятые опочалки, хотя они были двоюродные сестры с Зинаидой Скобелевой, она умерла при родах и, соответственно, он остался вдовцом. И тогда мама решила, она, мама своей дочери младшей хотела в судьбу, вообще она, там, Шереметьев писал, что она чуть ли не в Испанию возила к двору, хотела его за короля будущего выдать ее. Но не получилось. Она быстренько, поскольку этот начал там немножечко того самого гулять, сосватала Зинаиду Скобелеву за него. И им в наследство тоже достался вот этот самый Мариинский дворец. Неплохое наследство. Правда, вместе с долгами ее мамочки Марии Николаевны. Но тем не менее. Так вот, по поводу этой Зинаиды Скобелевой. Очень интересно, ну, я сначала покажу вам этого, значит, персонажа, вот это, тут он вообще какой-то товарищ с Кавказа. Вот это она. Значит, дело в том, что иногда бывают такие женщины, вот тот же самый Сандро писал, что, во-первых, у нее была такая привычка подходить очень близко. Тогда это не принято было. Это сейчас-то, ну, да, сейчас-то не очень. Да, да, и платья такие были. Она вот подходила близко, и он писал, что я не видел таких женщин нигде никогда. И что вообще и мне, и моим, соответственно, молодым братьям очень сложно было держать себя в руках. Все, что хотелось сделать, это обнять эту Нину тут же. Но мы не решались на такое действие. То есть у нее был какой-то, ну, вот, не знаю, какая-то внутренняя такая сексуальность. Хотя, ну, эта фотография, вот здесь еще как-то еще, ну, нормально. Да, это такой знаменитый костюмированный бал, который Романовы в свое время затеяли. Во дворце у князя Владимира Александровича он проходил. Ну, здесь тоже как-то более-менее. А вот это уже как-то вызывает определенные вопросы. То есть, ну, то есть, я, конечно, не знаю, как на женский взгляд, на мой мужской взгляд, как-то так. Мне не хочется ее в объятия заключить тут же. И как-то я не теряюсь абсолютно, и ничего у меня там не возбуждается в мозгу. Если она близко подойдет, хороший вопрос. Ну, а вот это вообще прекрасная фотография. Да, шерочка с машерочкой. Значит, это великий князь Алексей Александрович и своей любовницей Зинаиды Скобелевой. Дело в том, что... Вот этот вот Евгений Лихтенбергский, он промотался. И тогда, значит, Зинаида Скобелева стала любовницей Алексея Александровича. Вот эта яхта... Там о чем шла речь-то? Чтобы взять яхту по имени Зина, это Алексей Александрович так назвал эту яхту Зиной, на государственное содержание. То есть, у вас есть яхта, а яхта стоит денег. Ну, возьмите, то есть, яхта наша, но пусть вот, как бы, ремонт и все остальное за государственный счет. Да. Вот про это Полосов пишут. Дальше пишет, соответственно, он же. Алексей Александрович, приехавший... А, прибыл неожиданно, значит, немецкий император, германский Вильгельм. И они, на самом деле, где-то в Красном Селе стояли, в общем, на сборах на этих традиционных офицерских. Ну и, соответственно, надо приехать, отдать дань уважения, родственничек все-таки. Алексей Александрович, приехавший только потому, что по обязанности генерала-адмирала, встречал германского императора. Он думает лишь о том, как бы без нарушения приличия улизнуть поскорее и вернуться к кровати Зины. Скука крупными чертами изображается на его лице. Дальше. Скалон, назначенный попечителем, думаю, сыновьям покойного Николая Екатеринбергского, жалуется на жадность Евгения Зины. А дело в том, что они просто выкачивали деньги из Алексея Александровича, ну, им было удобно. Там вообще была такая ситуация, что, в принципе, этот Евгений потом вместе с ним встретился, они жили втроем. Поговаривали, что в минуты, так сказать, негодования Алексей Александрович выкидывает этого Евгения Екатеринбергского из окна в своем дворце. Я думал, иначе. Нет, нет, нет. Вот, по идее, по идее, даже было иначе, но ему было удобно, Евгений Екатеринбергский, он промотался, у него нет источника дохода, а у этого морское ведомство. Понимаете, то есть, как бы, вот. Тут будет сейчас у Половцева об этом. Великий князь Алексей настаивает на том, чтобы я высказал князю Владимиру соображение у его, Алексея, необходимости оказать денежную помощь Евгению, то есть Зине. Ну, то есть, понятно, все уже понимают, что Евгению помощь, ну, то есть Зине. Я передаю это заявление тут же Владимиру Александровичу, который говорит, да, они оба у меня были, просили. Я им отвечал, что очень люблю их, готов бы подарить им миллион, если бы мне средства мои-то позволяли. Ну, Владимир Александрович, мы про него поговорим еще отдельно, он тоже у нас был такой персонаж. 27 мая завтра в клубе с великим князем Владимиром Александровичем рассказывает, что на Камнуне обедал у государя в Гачине. Три брата Александра... ну, траля-ля. Значит, Алексей Александрович продолжает приставать к государю с вопросом о наследии Ликтенбергского и просит принять Сольского высушить его мнение. Ну, то есть, короче, вот постоянно они качают, вот пытаются качать деньги из вот этой государственной казны и так далее. Дмитрий Сольский это вообще государственный контролер, которого он охаживал. Ну, и дальше вот он описывает, что они ехали на самом деле на острова. Острова это у нас такая часть, там, Крестовский, Каменные острова и так далее. Поехал кататься на острова и встретил на Троицком мосту Евгения Максимилиановича с адъютантом Алексеем Александровичем Ниловым. Немного далее ехал Алексей вдвоем с Зиной. То есть, представьте такую картину. Значит, прямо по городу едет, впереди едет вот этот вот ее муж с адъютантом Алексеем Александровичем, а сзади едет этот Алексей Александрович с его женой. Открыто, все нормально, всем хорошо. Во всем этом нет никакого принца, да. И дальше еще он пишет, что этот вот клястье Лектенбергский будет назначен на какой-то ответственный пост. Благодаря Алексею Александровичу. Ну и так далее и тому подобное. А что же пишет Половцев про государственные задатки? В воскресенье, получив от графа Баранова отказ пригласить великого князя Алексея в заседание о бюджете еду к нему. Он мне сообщает, что по сообщению с Бунги, Бунги это министр финансов, на секундочку, признал присутствие Алексея Александровича не только бесполезным, но и опасным. Потому что все великие князья, напротив, расположены расточать и не береть государственные средства. В понедельник у великого князя Михаила Николаевича. Он жалуется на великого князя Алексея Александровича, который забыл о заседании имеящее место и был разыскан у адъютантом к концу заседания. То есть заседание назначено, а он забыл. Ну бывает. Ну и, значит, к чему это все привело? Привело это все к тому, что когда началась война с Японией, вы помните, что там сначала Порт-Артур, там тра-ля-ля, а потом, соответственно, разгромили. Ну, Япония напала без объявления войны. Варяг, все такое, послали нашу эскадру. На самом деле Алексей Александрович был против посылки этой эскадры, но он как бы не настоял на своем. Ну, то есть он не проявил принципиальности, и поэтому она поплыла. Поплыла, поплыла и приплыла. Она приплыла, и Пикуля, да, вот, кстати, извините, еще Полосов пишет, с государем, с Александром Третьим общается, куда вы едете лечиться? Я в Виши. Алексей тоже собирается в Виши, у него болит печень. Я. Что ж, не мудрено, он целый день с Евгением Максимилиановичем пьет рюмочки в яхт-клубе. То есть, как бы... Когда произошел разгром нашей эскадры, ни для кого не был секрет. Ну, то есть там ходили вообще чудовищные рассказы. Ходили рассказы о том, что казнократство зашло до того, что какой-то миноносец по пути в Кронштадт чуть не развалился, потому что у него вместо заклепок там сальные свечи были навтыканы. Ну, я думаю, что это байка, конечно, потому что, ну, какие сальные свечи. Но то, что туда в каком-то корабле пытались вместо стальных деревянные, как бы, втулки, вот это я еще уже готов поверить. Далее рассказывали такую историю, что, значит, перед самой войной хотели закупить броненосцы, господи, где бы вы думали? В Чили. И когда, соответственно, чилийцы предложили корабли, там такой солдатинков, ну, были купцы солдатинков, а это был такой служащий, морской ведомства, сказал, что слишком маленькая цена. Надо в три раза увеличить, потому что надо еще, как бы, Алексею Александровичу и некой потом еще там одной даме. Дело в том, что Зинка Скобелева, она в итоге умерла. Она ела, ела, пила, пила, ничего не спала, и по одной версии от рака горло умерла, по другой просто, ну, вот, тотальное отожирение и все остальное. Причем еще и не было 50 лет. Алексей Александрович, конечно, расстраивался, но недолго. Вот это, кстати, визит во Францию. Это президент Франции стоит, это Николай, это, судя по всему, очень похож Владимир Александрович, а вот это наш прекрасный герой, видите, стоит. Алексей Александрович. Это подарочек вот этой женщины. Значит, балета, балерина. Ну, по народной молве она вообще сначала работала в каком-то отеле, там ее заприметил Алексей Александрович, и так заприметил, что сначала сделал простой балерину, а потом она стала примой балериной Михайловского императорского театра. И вот эта балета, она щеголяла в шикарнейших вообще драгоценностях. В ожерелье, которое называли Тихоокеанский флот. Наши, значит, да. И Пикуль, Пикуль, знаете, да, Валентина Пикуля, пишет, «Вечером того же дня семь пудов августейшего мяса, как всегда, развалились в ложе Михайловского театра, аплодируя своей порхающей любовницей. Публика устроила Элизаблита скандал. Вон из России кричали даже из бархатной ложи. На тебе не бриллиант, это наши погибшие крейсера и броненосцы. По другой версии, когда во время одного спектакля в мае 1905 года она появилась на свет, в драгоценном жереле публика стала кричать, «Воровка, вот где наш флот, позор». Ну и в обществе говорили, что да, дамы Парижа стоят нам год по броненосцу, это все про великого князя Алексея. И именно тогда он и получил вот это почетное звание князь Цусимский. Почетнейшее. По городу ходила такая байка, что, ну, там зверевшая толпа даже ходила к его дворцу, и там в газетах писали, что чуть ли там не стекла ему пытались бить. А согласно байке, Николай Второй приглашает своего дядю и говорит, лучше бы ты, дядя, воровал в два раза больше, да броню в два раза толще делал. Но на самом деле в дневнике у Николая Второго есть запись о том, что Алексей Александрович, его пытались сместить еще до этого. Сандро писал там докладные записки, говорил, что наш флот ужасно, уволили Сандро. Алексея Александровича это не коснулось. Алексей Александрович закатил такой скандал, он пришел к своему племяннику. В общем, племянник спасал, сказал, да нет, 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 нет. В итоге племянник записывает у себя 30 мая, понедельник. Сегодня после доклада дядя Алексей объявил, что он желает уйти теперь же. Ввиду серьезности доводов, высказанных их, я согласился. Больно и тяжело за него, бедного. Ну и мы, в общем-то, посочувствуем тоже вместе с Николаем Вторым, его дяде, как ему было тяжело. Вот для этой госпожи Балета, соответственно, а он еще, кстати, не только в морское ведомство, он еще запускал руку еще в деньги Красного Креста. И там тоже был такой эпизод, когда она вышла в таком кресте из рубинов, и народ тоже определенную как бы ассоциацию себя выстроил в голове. Ну, то есть, нет комментариев. Вот эта шкатулочка от Фаберже. Видите, там такие кораблики? Неспроста. Подарок, подарок, бляте, от великого князя Алексея Александровича. С намеком, с добрым намеком, да? Так, это мы видели. Ну и он, что ж, он погоревал, конечно, очень тяжело, и уйдет мотал в Париж. И госпожа Богданович, которая, конечно, она такая собирательница сплетен, ну, у нее есть такие воспоминания, тем не менее записала. Скончался Алексей Александрович в Париже. Как генерал-адмирал, никуда не годился. При нем начались сене урядицы в морском ведомстве. Хищения при нем процветали. Он сжег свою жизнь разгулом. При вскрытии тела обнаружили печень, начала разлагаться еще у живого. Сердце вдвое больше нормы, легкие, как решетон. Алексей Александрович скончался действительно во Франции. Вот это еще в Париже, видите, торжественные похороны. Несут все его регалии. Такой катафалок едет по улицам столицы Франции. Он прибыл сюда, в Петербург. И вы знаете, что у нас есть Петропавловский собор, а рядом уже в начале 20 века там три архитектора, но главный из них грим, была построена Великокняжеская усыпальница, потому что перестали влезать люди. Поэтому вот Алексей Александрович как раз был первым пациентом этой Великокняжеской усыпальницы. Его там похоронили торжественно. В этой истории, как мне кажется, прекрасно все. На самом деле, я хочу сказать, что в принципе, если бы он даже воровал казенные деньги, этим не удивишь в нашей стране до сих пор никого, как мы знаем. Да и черт и с ним. Ну, живет себе человек, развлекается. Он не лез в политику, в отличие от многих его родственничков, того же самого Владимира Александровича, о котором мы поговорим отдельно, или Николая Николаевича-младшего. Он не лез в политику, ему это все не надо было. Вот ему хотелось пить вино, значит, давать указания своему повару, одному из лучших поваров вообще в столице северной, он у него работал, устроить баллы, ездить на Ривьерово, кутить там на рулетке и так далее. Ну и бог ты с ним. Ну, повезло человеку, родился, так сказать, как это говорят, с серебряной ложкой, вот сильверспун, да. Но, вот проблема, да, проблема, которая заключается в том, что он был главой этого ведомства. Он, в принципе, мог бы и сам отказаться от этого поста, но тогда бы немножечко денег стало поменьше. Во-вторых, он бы потерял статус, а статус все-таки это статус, да, глава всего флота российской державы. Это, знаете ли, ну... Великий князь ему было мало. Им всем, всем было что-то мало. Ему хотелось выходить на полкну и показать звезде, что-то... Двуногих тварей миллионы, мы все глядим в Наполеона. На самом деле там, конечно, был целый запал нерастраченных амбиций, была же фронта целая против Николая II, но это отдельная тема для беседы. И дворец великого князя Владимира Александровича, брата Алексея Александровича, на дворцовой набережной, построенный другим замечательным архитектором Рязановым, он был центром этой оппозиции, потому что его жена, жена Владимира Александровича, которая очень долго отказывалась принимать православие, она там мутила всякие сплетни и так далее и тому подобное. Вот так случилось. Она потом в итоге приняла, по-моему, в четырнадцатом году, ну, потому что началась война в Германии, и как-то было уже... Да, как-то, ну, нехорошо, пацаны не поймут. Поэтому, как бы, это так и случилось. Ну, да, да. Такое... Алексей Александрович не женился. Алексей Александрович не женился. Потому что не развелись. Не женился. Он как-то тогда разочаровался в любви, а может быть, он просто решил, что ему это не надо. Он даже завещание не оставил. Вот он настолько... Ему так было все в кайф. Так ему было хорошо. Настолько я вообще ни о чем не думал. Да, он был женат на императорском флоте. Совершенно правильно. Это была его... Да, это была его жена, которая поставляла ему приданное. В большом количестве. И я думаю, что очередной штрих в то, почему случился 17-й год, опять возник. Я бы хотел еще сказать в конце, что нету задачи как-то очернить Романовых. Да больше чем... Я вам, ну да, Новиков прибой, может быть, согласен. Пикуль согласен. Но все остальные-то, извините. Это все как бы люди того времени и не последние. Это их слова. Они есть в открытых источниках, даже в интернете. Все это можно найти и проверить. Поэтому, ну, что тут еще комментировать. Вот он наш прекрасный... Прекрасный человек. А вот кто знает, вот получилось бы у него в Жуковской. Может быть, он жил бы себе на довольстве в Европе. Может быть, вообще все по-другому было бы. Понимаете? Вот как вот, понимаете, судьба распоряжается людьми. Вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Хочу с горечью сказать, что 3 января не будет векса. Потому что, во-первых, многие разъезжаются. Во-вторых, у меня там еще планы поменялись. Будет, наверное, в конце января я объявлю. Я объявлю. Вот. Я зимой, на самом деле, мне надо посидеть в Петербурге. Там, наконец, доделать кое-какие вещи. Тем не менее, следите за анонсами и за всем остальным. По традиции, исключительно под лекциями. Я предлагаю вам, если вам она понравилась, задонатить. Реквизиты есть в описании под этим видео. Следующие лекции по многочисленным просьбам аудитории будут посвящены сталинской реконструкции Москвы 1935 года. Мы поговорим о том, что это было все-таки разрушение или постройка новой столицы. 3 февраля Петербург. Как обычно, пространство Пряники на Сенной площади. В 3 часа дня это будет воскресенье. 9 февраля это суббота. В 14.00 тоже, как обычно, в библиотеке имени Толстого на Кутузовском проспекте. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском. Есть объявления совсем из другой оперы. 2 марта концерт «Осы» в Москве. 3 марта концерт «Осы» в Нижнем Новгороде. Все подробности также в описании под этим выпуском. Есть ли у вас какие-то вопросы? С сыном, я не думаю, что у них были прямо какие-то теплые отношения. Но то, что он каким-то образом, скорее всего, способствовал, это безусловно. Нет, таких слухов не было. На самом деле, у сына была фамилия по имени в Тульской области его деда Жуковского. Это была вообще нормальная практика, ведь Софья Львовна Перовская, она же тоже идет от небрачных детей по Перову. Вот с ним была точно такая же ситуация. Ну что, друзья мои, если вопросов больше нет, то я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы пришли в этот теплый декабрьский день.